Продолжение следует... 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 Святое письмо говорит, «Поминайте наставников ваших и подражайте вере их». И мы вспоминаем этого доброго наставника и хотели бы тоже подражать его вере, которая была великая и сильная. Которой он угошал и пламень огня, и зарождал куста львов, и многое-многое полезное совершал. Сегодня апостол Павел говорит, мы слышали чтение, «Если мы живем, то для Бога живем, ради Господа живем, если умираем, ради Господа умираем». Поэтому, живем ли или умираем, мы всегда Господним. Это был закон жизни, Его блаженство. Он жил не для себя, а ради Бога. Ради того, чтобы возвеличилось имя Божие на земле. Когда человек живет ради таких целей, то у человека появляется одна великая добродетель, которая называется смирение. Иногда люди считают, что смирение – это и есть безвольность и слабость, нежелание решать проблемы, уступчивость. Бывает и такое, что люди и так себя ведут, они вступают в сторону, но это не является смирением. Это действительно слабость. Смирение – это когда человек постоянно понуждает себя творить волю Божию. Когда он находится постоянно подвигом в борьбе с грехом. Вот это состояние человека, когда он трудится духовно и свою жизнь образовывает законом Божиим, это называется смирением. И Блаженнейшего было такое выражение «Я ничего никогда не просил и ни от чего не отказывался». Это простые слова на вид, но они отображают то состояние смирения, в котором находилась душа покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира. Смирение привлекает великую силу на человека, носящего смирение, имеющего смирение. Мы сегодня молимся о покоении души, его блаженства. Это тот дар и тот сыновний долг, который мы можем и должны сделать сегодня в день его рождения. И просим, чтобы Бог был милостью к нему. И пусть каждый из нас задумается, на какой степени мы находимся, на каком этапе, на какой ступени духовного развития. Трудимся ли мы для того, чтобы приобрести смирение, для того, чтобы покурить себе волей Божией, не волей греха, не волей тех законов, которые люди измышляют, меняют, новые придумывают, а тем законам, которые вечны, которые издал нам, изрек нам вечный Бог, и которые человека готовят к вечности, блаженной жизни на небе, о Христе Иисусе Господе наше, которому от нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...